Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня видео о покупках одежды, обуви и небольших аксессуаров. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Из одежды у меня сегодня всего лишь одна позиция. Это вот такое замечательное платье, которое сейчас на мне. Заказывала я его с сайта AliExpress. Оно очень хорошего качества, очень приятное к телу. Я не скажу, что это хлопок. Это что-то, наверное, смесь какая-то хлопка с синтетикой. Я, на самом деле, особо не разбираюсь в составах тканей, поэтому так точно уже сказать не могу. Но, вы знаете, оно мне очень нравится. Я заказывала в размере M. Оно отлично село на мою фигуру. Если кому-то оно из вас понравится, я советую заказывать его по параметрам, смотреть, которые там есть. Единственное, что, как мне кажется, оно на небольшую грудь, потому что здесь достаточно большой вырез. Ну, вот эта сама часть, да, вот, которая идет, она достаточно небольшая, поэтому, мне кажется, большая грудь будет, ну, все будет, скажем так, вываливаться. Но на меня село замечательно, очень хорошо. Мне кажется, оно слегка маломерит. То есть, по мне, это все-таки не M, а S. Но я купила M, опять же, по отзывам, по параметрам, которые там были. И мне оно очень-очень понравилось. К нему еще шел вот такой пояс. Но я, на самом деле, не люблю вот такие штучки, вот такие пояса носить. Мне как-то не нравится. Мне больше нравится, когда вот оно так облегает фигуру. Ну, замечательные рюшечки. Оно достаточно короткое, но при этом оно на ветру не задирается. То есть, немножечко колеблется вот этот валанчик, который идет по низу. В принципе, в нем очень комфортно, не жарко. Оно действительно очень приятное к телу. Такой плотный, как вы видите, не просвечивающий материал. Я очень сильно рекомендую. Все швы ровные, никаких ниточек не было. Пришло оно мне тоже достаточно быстро, буквально там за две с половиной недели. Так что, я его всем очень рекомендую. Мне кажется, мне идет, на самом деле, такая расцветка. Также я себе заказала обувь. В этом году у меня вообще в это лето какой-то, я не знаю, бум на обувь. И я заказала себе вот такие замечательные босоножечки с сайта LaModa. Они были со скидкой, обошлись мне где-то в тысячу рублей, примерно в тысячу с хвостиком. И это, конечно, все не натуральная кожа. Вот это черное, это даже не замша, это такой текстиль. Здесь кожзам, но такой, ну, не выглядит он сильно дешевым таким. Я очень люблю вот такую вот платформу, да, на танкетке, когда идут босоножки. Для меня это очень удобно, комфортно. Они действительно очень удобные, не чувствуются такими, знаете, какими-то колодками. Они ничего здесь не натирают, я их уже одевала несколько раз. Вот эти ремешочки не натирают. То есть ножки очень комфортно, все мягенькие, замечательные. Мне кажется, выглядят они просто потрясающе, в особенности с этим моим новым черным платьишком. Также с сайта LaModa я приобрела себе вот такие вот, не знаю, кроссовки. Они шли, кроссовки-кеды. Они, на самом деле, мне очень приглянулись. Здесь вот такая, они резиновые, но вот здесь вот как будто такая вязка, да, идет. Очень они симпатичные. Мне очень понравились вот эти вот шнурочки, которые затягиваются. Очень симпатично смотрятся на ножках. Я планирую их носить и с юбкой, и с джинсами, и мне кажется, и с платьем они будут замечательно смотреться. Просто супер, они мне очень понравились. Идут в размер и размер, и босоножки тоже. Вот эти кроссовки очень комфортные. Я не знаю, конечно, в сильную жару ножка все-таки будет в них потеть. Но в сильную жару я кроссовки не ношу. Я предпочитаю босоножки. А вот такую прохладную питерскую погоду, какой-то дождик моросящий, скажем так. Они просто потрясающие. Мне они очень понравились. Чисто белые. Супер, очень удобные, комфортные. Я их тоже очень сильно всем рекомендую. Также в этом видео хочу вам показать вот такие замечательные штучки, которые я заказала на сайте Алиэкспресс. Подобного рода есть, продаются у нас в России. Не помню, какой марки, но они стоят около 1000 рублей. Вот такие маленькие, 5-миллиметровые. Здесь, по-моему, 3 только миллилитра. И на сайте, на Алиэкспресс они, конечно же, в разы дешевле. И это меня подкупило, и я решила заказать. Я очень люблю маленькие сумочки носить, чтобы туда помещался, не знаю, кошелек, ключи, документы и какая-нибудь помада. И, конечно же, хочется иногда взять с собой свой парфюм. Я предпочитаю покупать 100-миллилитровые бутылочки, потому что они, конечно, намного выгоднее по цене. И вот такие штучечки маленькие, они для меня просто спасение. Вот сюда в розовенький я уже ношу его, не знаю, недели 3, он у меня везде валяется. Он вообще нисколько не поцарапался, так и остался. Здесь у меня Дольче Габбана Императрица, которую я уже практически добила. А в это пока я ничего не переливала, но думаю, что что-то перелью. Вот в этих двух они мне понравились больше, чем вот эта большая, потому что у них не нужно ничего откручивать, никак выпшикивать. Вы просто снимаете вот этот колпачок, разбрызгиватель, вставляете сюда, и вот так вот нажимаете на парфюм, и он сюда заливается. Мне это очень сильно нравится, потому что ни капельки парфюма не проливаются мимо. И это очень классно, очень удобные, маленькие для сумочки. Не знаю, они с размером губной помады, и просто потрясающие, мне очень понравились. Вот это тоже большой объем. Для меня лично это такая версия для путешествий. И здесь не так уже удобно переливать, потому что здесь вот такой колпачок, который откручивается, и получается вот такая баночка, в которую нужно, скажем так, перелить, напшикать свой любимый парфюм и взять его с собой. Ну, здесь 10 миллилитров, и такой вариант, мне кажется, взять с собой в отпуск, путешествие, бросить. Не знаю, в самолет, конечно, такую вещь нельзя брать, но, например, если бросить в чемодан, то, мне кажется, отличный вариант. Продавец, кстати, обещает, что они не бьются. Я по отзывам читала, что тоже бросали девочки в чемодан, и вот эта колба внутри не разбивалась, что, конечно же, является большим плюсом для таких штучек. Но для ежедневного использования мне больше нравятся вот такие маленькие, потому что они, ну, реально в любую сумочку вместе с помадкой, не знаю, с каким-то бальзамом, блеском бросить, освежиться. Мне кажется, просто потрясающие вещи, тем более стоят они очень недорого. И я хочу заказать себе еще, чтобы у меня под каждый мой парфюм был, была вот такая вот штучечка. Хотя знаю, что их можно промывать спиртом и заливать туда любой другой парфюм. Но я все-таки хочу себе заказать еще под другие свои парфюмчики. Вот такие небольшие покупки у меня были. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Все ссылки на приобретенные мною товары я оставлю внизу в инфобоксе. Обязательно переходите и смотрите. Всех люблю, целую и до новых встреч!